Баскетбольный Уникс Букмекеры ставили на победу Уникса. Фанаты же были уверены, что преимущество за итальянцами. Впервые за всю историю казанцы в родных стенах принимали итальянский клуб «Реджо Эмирия». По словам игроков итальянского клуба, спортсмены Уникса являются достойными соперниками. Они, во-первых, дома играют, свои зрители, у них мотивация побольше. Недавно проиграли еще игру в Нижнем Новгороде, поэтому мы знали, что они будут еще более мотивированы, чем раньше вернуться к победе. С первых минут игры итальянцы завладели мячом. Они успешно обводили оппонента и с каждым разом увеличивали разрыв. Плохая защита сборной Уникса отразилась на счете. И только за 4 минуты до конца первого отрезка на площадку вышел Антон Панкрашов и принес команде два заветных очка. Но четверть была проиграна. «Реджо Эмирия» лидирует со счетом 21-12. Настоящую игру казанцам удалось показать во второй 10-минутке. Отыграв 7 очков, на площадку выходит Джарем Смит и сравнивает счет 27-27. Хорошо отыграв в обороне, игроки вновь завладевают мячом, что позволяет Локету вывести команду вперед 29-27. Болельщики не верили, игроки были счастливы. И только ценный совет тренера «не расслабляться» вернул игроков в реальность, что оказалось очень кстати. За несколько минут до конца четверти Джеймс Уайт, игравший три года назад за «Уникс», выводит «Реджо Эмирия» вперед. За всю игру он оказался самым результативным игроком, набрав 16 очков. В большом перерыве счетом дабло горел 36-37 в пользу итальянцев. Мы знали, что здесь очень тяжело выигрывать, но если будем играть 40 минут, будет шанс. Мы играли, старались, плохо или хорошо, но все равно старались до конца. Третий отрезок игры открыли игроки «Уникса». На протяжении первой половины четверти команда лидировала. И казалось, что победа в этой важной для казанцев игре будет у них. Но на 26-й минуте итальянец Делло Вале успешно закрывает штрафные, а затем выводит команду вперед. За 40 секунд до конца 10-ти минутки Джаллен Рейнольдс закрепляет результат. «Реджо Эмирия» вновь впереди. 52-55. В заключительной четверти итальянцы берут все под свой контроль и создают в считанные минуты отрыв 7 очков. После взятого главным тренером таймаута игроки «Уникса» собрались и быстро набрали упущенные очки. 67-68. За 40 секунд Стефан Ласман реализовывает два штрафных. И вновь в глазах болельщиков загорается надежда. Надежда на победу «Уникса». Но в последние 20 секунд Делло Вале забивает два штрафных и «Уникс» терпит первое поражение в Кубке Европы. Итоговый счет 69-71. Усталость была видна сегодня. Но никак это не оправдывает наше поражение. То есть даже при всем этом мы лучше, сильнее и должны были побежать сегодня. Впереди еще три игры. И мы надеемся, что казанцы проведут работу над ошибками и настроятся на следующий турнир. Ведь есть еще шанс изменить ситуацию. Марина Вахрушева, Роман Калинсков. Неделя спорта. Хоккеисты Федерального университета провели очередную встречу в рамках чемпионата Казани против команды «Факел». О том, кто победил и кто поднялся в турнирной таблице, узнаете у Софьи Чугуновой. 17 января на втором году Дворца спорта в рамках чемпионата города Казани встречались команды студента и «Факел». Хоккейная команда студента, которую представляли игроки сборной Казанской Федеральной университета, показала слабую игру как в обороне, так и в нападении. С первых минут матча «Факел» завладел инициативой и с легкостью входил в зону соперника, раз за разом создавая ворот опасный момент. Подобный прессинг привел голу на шестой минуте, а затем и на восьмой. Студентам же проход в зону соперника давался с трудом, и смогли они забить только одну шайду. После первого периода счет был 6-1 в пользу «Факела». Во втором периоде соперник студентов забил пять безответных шайб ворота федералов, которые стали допускать еще больше ошибок в нападении, оставляя вратаря 1 на 1 с нападающими «Факела». Стоит отметить грамотную силовую игру. По одному удалению у игроков обеих дружин при довольно жестких силовых приемах в борту. В третьем периоде команды играли менее активно. Студенты стали реже оказывать сопротивление «Факелу», что вновь отразилось на счете. Команда Короткина еще пять раз поразила ворота соперника. Игра закончилась со счетом 16-1 в пользу «Факела». Сегодня второй круг начался. Довольно такая быстрая игра была. Ну, ребята молодцы, постарались. Вначале они так составили конкуренцию такую небольшую нашей команде. Но все-таки у нас команда более опытная. Сплав опыта и молодости у нас команда. Так что я считаю, что все стало на свои места. Им немножко надо поработать на тренировках. И я думаю, есть игроки. Есть игроки у вас хорошие. То есть я считаю, что в принципе потенциал у вашей команды есть. Соревнования внутри университета с началом календарного года набирают свою интенсивность. Физики, экологи, международники, а также другие институты нашего необъятного играли в волейбол. Ну, а кто одержал победу, поведает Юлиана Райкова. 21 января в спорткомплексе «Уникс» состоялся внутривузовский этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России по волейболу среди мужчин. В самом начале турнира на волейбольном поле встретились сборные техфизиков против «Лис» и «Маиф». Первая партия осталась за «Лисами». Однако техфизикам с небольшим перевесом удалось вырвать победу. Итог встречи 2-1. В следующей игре сразились «Атланты» и «Тигры». Команда «Атланта» показала превосходную технику в каждом из двух сетов. Одержав уверенную победу в первом туре, сборная «Атланты», играя уже против горьких песиков, вновь побеждает со счетом 2-0. «Атланта» не давала соперникам ни единого шанса, тем самым претендовав на победу в финале. Во втором этапе встретились команды горькие песики и техфизики. Шла ожесточенная борьба за выход в полуфинал. На протяжении игры обе команды держали ровный счет. И лишь к концу второго сета команде техфизиков удалось вырваться вперед, обеспечив себе место в полуфинале. За третье место боролись Лисы и Маив и горькие песики. Сборная «Энеп» не уступила ни единой партии своим соперникам, одержав победу со счетом 2-0. В конце соревнований чувствовалась усталость спортсменов, но впереди оставалась главная игра этого дня, и расслабляться было нельзя. В финале встретились команды техфизиков и «Атланта». После тяжелой и напряженной игры стали известны имена победителей. Победу одержала «Атланта». В первом сете игра проходила спокойно. Обе команды шли с небольшим отрывом, но преимущество было на стороне «Атланты». И вот во втором сете «Атланта» сумела вырваться вперед, оставив позади соперников. Долгие тренировки и слаженная работа каждого из игроков сыграли ключевую роль в победе. Если честно, игра очень понравилась. Мы готовились к этой игре, обсуждали тактику. Конечно, большую роль сыграла наша сплоченность, потому что мы этой командой играем уже 4 года. Ну вот, тренировки, сплоченность и большой опыт, как следствие, вот и мы чемпионы. На конце турнира победителям были вручены почетные грамоты и медали. Все участники, будучи молодыми и начинающими спортсменами, показали интересную и зрелищную игру. Юлиана Райкова, Елизавета Иванчикова, «Неделя спорта». Настольный теннис – вид спорта не самый популярный. Но многие преподаватели Казанского федерального не согласны с этим утверждением. О том, как начиналась спартакиада среди профессорско-преподавательского состава, расскажет Владислав Сергеев. Настольный теннис – один из самых быстрых и доступных видов спорта, где одинаковые шансы на победу имеют как молодые, так и взрослые участники. На этот раз вы силы решили опробовать спортсмена профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. Сегодня стартует спартакиада здоровья среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Казанского федерального университета. В ней принимают участие все структурные подразделения нашего университета, в том числе и IT-лицей нашего университета, и представитель набережи Челнинского института. Сегодня проходит соревнование по настольному теннису. На протяжении нескольких лет этот вид спорта дает старт нашей спартакиаде и традиционно проходит в КСК КФУ «Уникс». По итогам спартакиады выявились следующие финалисты. За первое и второе место сразились представители общей кафедры физического воспитания и спорта и дирекция спортивных комплексов деревни Универсиады. Вячеслав Зайцев против Александра Луконина. Игра решилась в три партии. Соперники оказались достойными друг друга, уступать не хотели. После первых двух партий в решающем третьем победу одержал Вячеслав Зайцев. Очень приятно побеждать. Спасибо команде за поддержку. Спасибо всем присутствующим. Ну, приятно с коллегами и встретиться даже на спортивной площадке, не где-то в аудитории, на каких-то семинарах, лекциях и так далее. Победа Вячеслава Зайцева определила исход спартакиады. Первое место завоевали представители общей кафедры физического воспитания и спорта. Владислав Сергеев, неделя спорта. На данный момент пройдено два вида спартакиады, а именно настольный теннис и бадминтон. Давайте взглянем на таблицу общего зачета. Первое место, как и предполагалось, за общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта. На их счету три очка. Далее на втором месте набережно Челнинский институт КФУ, и у них семь очков в активе. Замыкают тройку сотрудники IT-лицея, у них восемь очков. Остальную восьмерку вы можете увидеть на своем экране. Мы хотели бы вам представить новый проект, который выходит на нашем канале под названием «ФИФА-прогноз». В нем я и мой соведущий Роман Полинсков пытаемся предсказать исход интересных футбольных матчей посредством спортивного симулятора. А также рассмотрим котировки и букмекеров на эти игры. Первый выпуск уже вышел, и в нем мы играли матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Наш проект выходит на канале каждую пятницу в 20.50. Ну, судя по заднему фону, мы сегодня играем матч открытия чемпионата мира России – Саудовская Аравия. Ну что, самые лицензированные формы здесь можно наблюдать. Я буду играть в зеленой. Да, именно так начнет сборная Саудовской Аравии. Сразу помчиться, сломя голову. Камбарам! Бразильский клуб. Первый момент. Как, неплохо-то было, да? Вижу то, что я мог спокойно убежать вперед. Я не знаю, что ты придумал. Но мне сложно разговаривать и адекватно играть. Я думаю, можно на Жиркова было посмотреть наверху. На Гильерме в воротах он был. Ой-ой-ой! Он просто мяч намертво забирает. Без проблем, абсолютно. Это же Гиля. Бразильский-русский. Кто этот бразильский-русский? Давай пообсуждаем новости футбола. Да. Как думаешь, залетит? Конечно, залетит. Игрок, да. Я думал, пенка. Ставь пенальти, не имеешь права. Вот такой получилась неделя спорта. И с вами был Александр Дегтярев. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok